Дорогие мои видники, мамочка, бабушка, не писала вам вот уже целую неделю. Не было времени. Вчера мы вышли из боя, и вот получаю любительное письмо. Пишу сразу же ответ. Порословно пишу о себе. Жива и здорова. Правда, плохо очень слышу, но это пройдет. Здесь я уже побывала и второй раз на фронте. С 15 по 21 августа 43-го шел жаркий бой с фашистами. Немцы рвались на высоту, на которой мы находились. Но все их попытки прорваться были тщетны. Стойко и смело сражались наши бойцы, мои дорогие и милые товарищи, выполняя приказ, не шагу назад. Многие из них пали смертью храбрых. Но я осталась жива, и должна вам, дорогие мои, сказать, что поработала я на сну. Около двадцати тяжелораненых бойцов вынесла с поля боя. Командование отметило мою работу и, кажется, представило отмограде. Милый Витя, ты пишешь, что сейчас вам очень трудно. Знаю это, мой дорогой, но ты сошми покрепче зубы и борись. Борись со всеми трудностями. И так и знаю, что все это наделал проклятый фашистский зверь. Так нужно отомстить ему за все. За разрушенную и счастливую жизнь. За сотни и тысячи убитых и раненых. За крови слезы наших отцов. Матерей, сестер. Вам еще никогда не приходилось проснеть за мои постуки? Уверяю вас, ой, что и впредь этого не случилось. Будьте здоровы. Пишите чешу. Целую всех вас. Воню. Вчера вечером получил твое письмо с фотокарточкой. И сразу же выступили в бой. Бой был здоровый. Это нельзя рассказать. Не только обрисовать. Я пока оделся в легкой царапинной паблике. Ты была со мной. Твоя фотокарточка в сердце. Любовь твоя, она хранит меня. Но в основном дела быть смирны. Двое суток с вами тут крепко. Сейчас хочу поднимашку отдохнуть. Поцелуй детей за меня. Крепко и горячо целую. Мою любимую шуточку. Твой глаз. Дорогой, милый дядя Петя. Погиб наш Ваня. Мой дорогой братец. Сроду мне не забыть его. Как жаль дядя Петя. Ведь почти рядом были и ничего не знала. Пока не получила письмо от сестры. Она получила похорону. Тетя Шура пишет, что она страшно переживает. Заболела и лежит в больнице. Еще будет. На ее руках еще трое. Я не нахожу себе места. Почти рядом были. Я тоже в Польше. В городе Позный. А сейчас идем на берег. Так страшно умирать. А еще страшнее, когда кого-то теряешь. Ушла в этот день после смены в лес. Легла в небо, смотрю. Чувствуя, что-то со мной происходит. Не знаю, как объяснить, что. Юность моя кончилась. Поняла, что такое война, наверное. Или жизнь поняла. Как больно, когда кто-то уходит. А тут родной и брат. И где? Хоть бы на своей земле. Хоть бы могилку посетить. Так ведь там, на чужбе. В могилке даже не улетишь. Ну все, дядя Веть. Спешу на смерть. Крепко обнимаю тебя. Твоя нюня. Спасибо. Спасибо. Ваш муж Лунгин Василий Георгиевич, верный воинской присяге, погиб смертью храбрых в бою за Родину. Похоронен с воинскими почестями 20 августа 1943 года. Ваш муж Лунгин Василий Георгиевич, верный воинскими почестями 20 августа 1943 года. Ваш муж Лунгин Василий Георгиевич, верный воинскими почестями 20 августа 1943 года.